Городские кролики в городских джунглях. Среди высотных и многоквартирных домов в микрорайоне Мещерское озеро расплодилась целая стая. Как бездомные кошки или собаки, сами по себе кролики выжить не могут, и потому держатся около маленьких магазинчиков. Продавцы о них заботятся, а кролики, как им положено, едят и плодятся. Откуда они здесь такие зайки? Приятно, красивые. Я часто здесь хожу, но вот первый раз вижу. Откуда они взялись, эти кролики-то здесь? Вот здесь продают овощи и разбили, а потом стали бегать везде. Мы там работаем, они к нам заходили даже, вот до работы добегали один раз. Мы открываем дверь, и у нас колик сидит. У них сначала два бегали летом вот. А вот я прохожу на днях как-то, смотрю, много бегают, говорят, они у нас разводятся. Просто, да, и здесь были, на улице. Может, кто-то бросил, может, что-то было такого. А нам жалко было. Мы кормили, кормили, они и так. Ну, раньше их пару штук было летом, а потом они, ну, так, дали. Ну, где-то около десяти. Видно, что они здоровые, нормальные. Там тепло, подческа, там она тепло дается, и так они живут. Мы же не будем так их оттуда, наоборот, каждый день собирать. Это невозможно. А они для себя нашли нормальное место, и там выживают. Слава богу, что хорошо. Мы отсюда кормим их, они сюда и выходят. Вот, пожалуйста. А это детеныш или взрослый? Детеныш, да, детеныш. Мы кормим их, можно сказать, всякие. Вот и капуста, морковь, там яблоко бывает даже. Все, все основное, все. И зелени. Люди тоже интересно, они переносят что-нибудь такого. Да, даже покупают и здесь подают туда. И с детьми, когда идут, вообще им интересно. Неожиданность такой, радость. Вообще приятно. Мы любуемся этими кроликами уже давным-давно, с лета мы их обнаружили. Сын очень любит смотреть. Это как контактный зоопарк, получается, около нашего дома. Тебе нравится? Приходишь на них смотреть? Да. Нам самим даже вот как-то все равно жалко, куда отдать. Даже если есть варианты, допустим, можем так-то собирать, отдать в зоопарк или куда угодно. Нам жалко просто так их не кормить, там бросать тоже не хочется. Кстати, уходящий год по китайскому календарю год кролика. Так что неудивительно, что в этом году они так расплодились. Продолжение следует...